Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. И сегодня у нас очередная покупочка коня. Да-да, очередная покупка коня. Уж вчера еще хотела прям ночью просто пойти и кого-нибудь купить. У вас бывает такое, что вас разрывает просто от покупки какой-то лошадки, причем от такой, который вы бы никогда не купили. Вот, вчера у меня была точно такая же эмоция, но сегодня я собрала свою силу в кулак и решила, что купила его все-таки следующего по списку араба. Так что берите черелочек, устраивайтесь приудобнее или седлайте своих коней и поехали! Ну, разумеется, так как я беру арабов, то это здравствует ферма Голдспур. По-моему, я тут стала постоянным гостем. Что же я буду делать, когда арабы закончатся? Наверное, покупать финских лошадок, потому что они мне тоже очень сильно нравятся наравне с северошведами. Но северошведов мне уже достаточно, поэтому, может быть, я, если только я когда-нибудь сорвусь на покупку, по-моему, вороного там, северошведа такого прям темного-темного. Итак, господа и дамы, и господа, кого мы покупаем в этот раз? Так, давайте я еще... Давайте еще не забывать о том, что у нас стоит вороной араб Форт Пинта. А араба в гречку пока не добавили, он, видимо, будет в приложении. А араб, который мне очень сильно понравился, говорят, что это будет NPC. Разрабочеки, зачем вы делаете таких красивых NPC, которых в итоге хотят все? Непонятно, вообще никак непонятно. Так, главное не запутаться. А я уже запуталась, а какие у меня есть, а каких нет? А я не помню, я тебя покупала, да? Ой, подождите, ребята, у меня проблема. Сейчас вернусь. Ребята, а вы знали, что в конюшне теперь существует глюк? Что пока ты в ней находишься, периодически раздаются громкие аплодисменты. Спасибо Каролине, она мне вчера сказала об этом, но я ей не поверила. Ну, точнее, я поверила, я поняла, что это за аплодисменты. Но мы подумали, что это глюк, ну, временный. Глюк во время сессии. Во время данной вот игры у тебя такой глюк на аплодисменты. И да, я все-таки, оказывается, ее покупала. Но нет, оказывается, это, в принципе, какой-то баг, видимо, после обновления. Потому что только что я зашла в конюшню, и у меня были такие же громкие аплодисменты. Да. Ставь лайк, если у тебя такая же проблема, и тебя раздражает из ниоткуда пугающие эти аплодисменты. Нет, ну я же заехала в конюшню, я же проверила, какие арабы у меня есть, какие нет. И пока я из нее выходила, я решила, что сегодня я куплю вот этого вороного красавчика. Уж больно, сильно, как бы. Он у меня маячит перед глазами, но не в этой игре. А в Red Dead Redemption у моего парня основная лошадь, на которой он просто в онлайне катается, если катается, то 24 на 7. Это вороной араб, поэтому его попу я вижу постоянно. Да и не только попу, но и мочу. Да. Так что сегодня я покупаю вот этого красавчика. Ну, типа зимой. Вот странно, в жизни арабов не люблю вообще. Вторая версия поколения, второе поколение в ССО было, ну, нормально, параллельно. Но купила штуки три, два пентребиана и одного араба. В Red Dead Redemption точно так же, как и в жизни. Не нравятся вообще какие-то маленькие, худенькие. Вообще не нравится как-то в Red Dead, я больше на больших лошадях. А вот здесь я прям на арабов подсела. Эх, десяточка моя тысяча ска пойдет в минус. Тёмная верность. Хмм, как меня зовут вообще моих арабов? Танцующая арха, шоколадный цунами, хрустальная умница и голосистая акация. Так, а тебя как же назвать? Тёмные... Тёмные аномалии. Анимона, ангел, арабеска, аистакратка. Нет, ты мальчик. Багрянка. Да что такое? Дайте мне мальчика. Может быть, это тёмный бархат назвать? Действительно. А че есть? Че чёрный. А где чёрный? Вот мне нужен чёрный. Почему тут только чёрная? Червоная, черепаховая, чистая, чистое. Чудесный, чудной, чудный. Чудный бархат. Ну, нет. Шторм, бархат, нет. Ну, вот что такое? Когда-нибудь, я надеюсь... А можно просто, вот можно просто, к примеру, нам сделать тёмно и отдельно, вот ещё одну ячейку посередине, вот, пожалуйста, добавьте, и это будет окончание. Тёмный, айя, ойе. И мы будем сами выбирать окончание, какого рода у нас будет лошадь. Ну, нет, нам этого не дают. Так, тёмный. Тёмный, тёмный, тёмный. Тёмная. Ну, вот опять же, ребят, я очень сильно хочу тёмный бархат. А у меня тут элементарно нету тёмного. У меня есть тёмная и тёмная. Причём, такое чувство, что это тёмная и тёмная. Где тёмный? Ой, вот что делать? Ну, сумеречный... У меня уже сумеречных, по-моему, много. Насколько я помню. У меня сумеречных, наверное, столько же, сколько и у Каролины сумеречных. Сладкий, славный, сказочный, сиреный, синяя, серебристый. А-а-а! Ну, что такое? Я не хочу заходить на английский язык и называть его дарк... Там, бархат по-английски. Роковая, ручная, стобная, сильная, синяя, следящая, солнечная, сочная, странная, стойкая... Счастливый, тайная, таинственная. А где таинственный? Ну, что такое? Ну, что, ребята, похоже, это будет тёмная... Тёмная бархат. Но я буду знать, что для меня вот этот арабский красавчик является тёмным бархатом. Как вам такое название? Мне кажется, ну, ты какой-то хорошенький, я пойму его. Тёмная бархат. Итак. Ты-ты-ты-ты. Очередной араб. Боже, Даша, зачем тебе столько арабов? А зачем? Вот, ребят, действительно, я думала, что у меня только на Кассандре... Фамилию забыла своего персонажа. Хотя, ладно, у меня их столько, я думаю, мне простительно. Вот на Кассандре, которую я качала для получения совы, у неё же... Я думаю, ничего. Кстати, ребят, ставьте, кстати, лайки, если вам понравится, чтобы разговорчики были такие вот во время витосиков. А, у нас тут пора... О, господи. А, шесть минут, он уже закончился, что ли? У меня у Кассандры... Я думала, что у неё одно будет так, что вот заходишь в конюшню, а там будут в будущем, в будущем, там будут одни англичаны последнего поколения. Но чувствую, что у меня будут все арабы третьего поколения. Ну, ребята, у кого там? У Насти Лиржи вроде бы была мания на светло-серых лошадей и на фризов или нет? Я просто в какой-то момент их смотрела, года три назад... Четыре года! Уже четыре года назад я их смотрела. И, кстати, по сути, по-моему, Насти Лиржи меня и вдохновила на то, чтобы начать снимать свои видосики и выставлять их. Так что... Всё имеет своё начало. А пока что давайте всё-таки телепортнёмся в конюшню и посмотрим на тёмное бархат. Итак, мы зашли в конюшенку. Вот серьёзно. А где ты? А вот ты где стоишь. А получается... А получается, арабов всего будет восемь. Я купила вороного, потом останется гнидой в яблоко и в гречку. О-о-о! Будет у меня тут аллея арабиков. Почему мне так они нравятся? Объясните мне. Я сама себя всё, ребят, не понимаю. Я не знаю. Я вроде бы тяжиков люблю. Я люблю массивную такую же. Вот таких лошадок в теле. Вот почему так? Не понимаю. Итак, здравствуй, мой тёмный. Тёмный. Ты мой тёмный красавчик, тёмный бархат. Пойдём одевать. Я, кстати, почему-то вот арабов... У меня два арабов, кстати, ребят. Два арабов в радужном образе. Я, если честно, думаю так и оставить им эту амуницию. Потому что, ну, по сути, амуниция лежит без дела всё это время в конюшне. А так она хотя бы на лошадках будет. Ну, видимо, в какой-то момент я опять взорвусь от того, что у меня бедные лошади стоят в амуниции. И мне захочется всё с них снять, чтобы они отдыхали. Так, а что я хотела? Я думала на него одеть этот комплект, по-моему. Ну, а с другой стороны, этот комплект так же хорошо и смотрится на белом арабе. Что делать? Помогите. Так, снаряжение. Вообще, я хотела на тебя одеть что-то... Что-то такое тёмное, чёрно-красное. Может быть, на тебя вот этот комплект одеть? Что скажешь? Так, ну, вот этот комплект я вроде бы на траке не нахотела одеть. Или нет? А если этот? Этот? Что-то вот да не то. Может быть, комплект Джорджа Сио на тебя подойдёт? Ну, не одевать же на тебя ещё один радужный комплект. Так, понятно. Проблема, видимо, решилась сама с собой. Осталось только придумать что-нибудь с нагавками. Так, нагавки. А у меня были ещё какие-то радужные нагавки? Нет? А я не помню. Может быть, вот эти? Старенькие такие. А, кстати, а у этого комплекта вообще были нагавки? А я не помню. Она будет съездить, посмотреть. Так, ну, давай пока что тогда мы тебе оденем... Этите, что такое? Это лесничные? Это что, они тут забыли? Они здесь должны быть? Так, ну, давай пока мы на тебя... Боже, какие старые нагавки! Текстуры тянутся! Всё в пикселях! Может быть, в магазине есть что-то по нагавкам? Украшения. Заблокированные, имеющиеся... Так. Па-па-па-па-пам. Но их, по-моему, здесь не будет. Все такие нагавки-то радужные. Они же в магазине у путешественницы. Не помню, как её зовут. Так, ну тут всё старое уже пошло. Старое, 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 старое. Да. Ну, это, получается, опять надо к облаку ехать. А, стоп. Стоп, я увидел что-то... А, они у меня есть. Они у меня есть. А где... А на ком они? А я не помню. Если это розовые, то они, наверное, на англичане. Ну, наверное, вот этот вот комплект, так, допустим, тебе будет. Такой радужный. Почему у меня всё радужное? А, да, радужный праздник. Наверное, из-за этого, из-за того, что солнышко в моём часовом поясе резкое потепление, поэтому всё такое радуга-радуга-радуга. Ну, получается, раз радужные нагавки, два радужные нагавки. Неужели больше нету? Надо будет посмотреть. Так, и давайте посмотрим по причесочкам. Что-то я слишком молотливая в этом видео, но хочу всё-таки снять по полной. Итак, вот мы доехали, наконец-то, до причесок. И, знаете, я так думаю, что... Либо корешечку, шишки, я определённо сделаю другому арабу. Можете сидеть и гадать, какому. Но тому, которого я ещё не купила. Это мне точно не нравится. Вот, либо последнюю из-за объёма, либо вот эту. Знаете, вот эту сделаю, последнюю. Та-дам! Уйди, какой красавчик! Просто радость! Не могу, какая я! Нет, красивые арабы. Мне вот прям вот нравится в этот раз просто с большой, гигантской силой. Ведь такие красивые, такие получились грациозные и элегантные лошадки. Ну, посмотрите на это чудо. Особенно, когда оно танцует. Ну, ладно, когда танцует, мне особо без разницы. Но вот чисто самое по себе, насколько они вышли классными. Это лично моё мнение тогда. Просто, я не знаю, не разделить. Можете вы разделять моё мнение с арабами. Хотя я вижу, что большинство на них катается, кто их уже купили. Ну, может быть, кому-то они на самом деле и не нравятся. По сути, ситуация точно такая же, как и с новыми магическими фризами-драконами. Мне, моему клубу, эта лошадь понравилась целиком и полностью идеально. Потому что у нас клуб Восточные Драконы Мира. И эта лошадь подходит нам как нельзя, просто как нельзя лучше. И жалко, что их всего два цвета. Я бы хотела, чтобы были ещё жёлтые, синие, бордовые... Не, бордовые есть. Ну, чтобы был белый, чёрный и такие лошади-драконы. Просто сделайте мне целое, я не знаю, целое гнездо таких лошадиных драконов. И я бы искупила всех этих фризов. Вообще, на это всё. Я бы купила своего пятого араба и не буду на этом останавливаться. У меня ещё в будущем покупка трёх арабов точно, то бишь последних. Но пока что поеду качать вот этого красавца. Так что на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И хороших вам тёплых деньгов.